Всем привет! У нас сегодня будет распаковка косметики, поставки и давайте начнем быстренько показывать, что сегодня у меня пришло. Первое это вот такие крема. Я хочу открыть эту баночку и показать, как эти крема выглядят внутри. Здесь косметика Азии идет, по-моему, да. Еще у нас большинство Корея и Азии. В Азии появляется очень много новинок, поэтому видео нового поставщика решила заказать. Вот этот крем я уже очень много раз заказывала. Выглядит у него так коробочка. Но некоторые поставщики без коробки отправляют, некоторые в коробки отправляют. Здесь вот меня отправили в коробки, причем первый раз вижу, чтобы все было запечатанное. Есть два варианта, белый и розовый. Вот такой флакон. Он очень приятно пахнет персиком. Стоит где-то около 250 рублей этот крем. Заказываю не первый раз, на него были изначально сразу хорошие отзывы, поэтому решил заказать. Единственное, один поставщик мне присылал с мятой коробки, но здесь нет. Здесь прям вот все хорошо. И очень красивый дизайн. На подарок к Новому году, мне кажется, будет идеально. Мне в подарок еще положили вот такую масочку. Мы вместе с вами ее протестируем. Вот такую маску для лица Алоэ. И еще какой-то карандаш, я так понимаю, с щеточкой для бровей. Неплохо, кстати. Цвет такой вот светленький. Вот такой вот карандаш. Я, правда, такой фирмы не знаю. А, типа Мак. Ну, это типа Мак. Подделка. Ну, я такое не продаю, поэтому оставлю себе. В принципе, что, попробую. Я видела их на Валберес. Отзывы о них нормальные. Вот то, что я ножичек маленький не взяла. Конечно, да. Следующая у нас пеночка-щеточка. Давно у меня просили пенки-щеткой. Вот так выглядит коробка. Эта пеночка. Нужно о ней, конечно, многое читать. Но пишут, что она очень хорошо очищает. Выглядит она вот так вот. Мне кажется, вы на просторах интернета много раз ее видели. И щеточка внутри для умывания. То есть, ты нажимаешь, выдавливаешь и вот так вот моешь средством с щеточкой сразу лицо. Единственное, не знаю, как от загрязнения будет. Сначала все-таки нужно, наверное, гидрофильным маслом пройтись. А потом уже вот этой пенкой. Потому что, если вы не смоете косметику, то вот эта силиконовая щеточка, она в себя заберет много косметики. И на второй раз она уже будет грязная. Следующие это пришли вот такие вот, я их не буду распаковывать, скрабики. Раньше были другой фирмы. И тут я у этого поставщика увидела вот такие вот манго, виноград. Они мне изначально очень нравились. Я пробовала такой персиковый. Так, здесь еще киви. Было всего 4 варианта. И я взяла все 4 варианта. Заказывала я, кстати, через Краснодар. Я знаю, что есть такая продукция еще где-то в Москве на рынках. Вот, я заказала в Краснодаре у моего поставщика. Она продает и корейскую косметику. И тут они решили, видимо, ассортимент открыть, расширить. И ссылочка вот была на нового поставщика с этой косметикой. В общем, они, видимо, общаются. Вот такие вот пудры минеральные. Очень хороший отзыв на них, опять же, на Валдресе я читала. Буду аккуратно открыть ее. Сейчас попробуем. Спустя 10 минут я открыла эту пудру. Вот так вот она выглядит. Минеральная пудра. Так. О, какие сроки у них хорошие. Прям много. Здесь вот такое вот... У меня есть такая корейская пудра. Она подороже от прыщиков. Да, точно. Та же самая, как у меня, только бюджетная. Мне кажется, у них один состав. Она прозрачная, убирает жирный блеск в течение дня. И также борется с воспалением тоже. Но просто бюджетнее. Корейская не такая бюджетная. Как вот, допустим, вот эта вот. Так. Следующая покупочка. Это вот такая вот сыворотка. От Ланбена. Ланбена я познакомилась с их маской. Вот так она выглядит в коробке. От чёрных точек. И тут наткнулась на сыворотку для сужения пор. И решила взять себе. Потому что у меня поры расширены на носу. И я хочу попробовать действительно так же справиться. Потому что с тем, как она убирает чёрные точки, там просто 5 из 5. Ещё есть неоригинальная Ланбена. Так что проверяйте, чтобы вот этот штрих-код на них был. Значит, это оригинал. И ещё они должны, оказывается, быть вот так вот заупакованы. Сыворотка маленькая. В большом объёме я не видела. Вот в такой красивой прозрачной упаковочке. Буду пробовать. И обязательно с вами поделюсь своим отзывом. Как она сужает поры. И за какое время она сужает поры. В общем, будем смотреть. Вот такой бальзам для губ. Фирму я такую ни разу не заказывала. Мне просто очень понравился дизайн. И побюджетнее. То есть, есть девочки, кто у меня побюджетнее берёт. Такая баночка с мёдом. И внутри у неё есть вот такая ложечка, чтобы набирать. И она такая мягенькая должна быть. И бюджетная ещё в попавок. Дальше это вот такой вот. Его просто уже забронировали. Я вам вот так вот покажу. Тоже сейчас очень популярный. Он идёт как тинь. Делает кубки розовые. У него слабый аромат персика. Но почему-то прямо его сейчас все любят. Поэтому мне его сразу забрали. А я заказала один на пробу. Не подумала, что его сразу заберу. Мои любимые подводки. Я сейчас пользуюсь такой подводкой. И менять не хочу. Они водостойкие. Очень хорошо рисует у них кисточка. Прям очень хорошо. Она тоненькая. Идеально с первого раза прорисовываю стрелку. Для меня это очень тяжело. Особенно с нарощенными ресницами. Поэтому тоже посмотрите к ним. Плюс они очень-очень бюджетные. И ещё новинка. Я хочу есть с вами одну открыть. К Новому году. Вот такая интересная подводка. Вот так она выглядит. Это пародия на какую-то дорогую подводку. Но в принципе, если она хорошо будет рисовать, то почему бы не попробовать, не купить. Одну я тоже открою как тестер. Потому что у меня девочки покупают, приходят косметику и смотрят, пробуют косметику как тестер. И я всегда тональные средства завожу. Ой. Открыла, блин. Не с той стороны. В общем, завожу в два раза больше, чтобы потом тоже взять на тестер. О, тоже. Очень похоже на ту красную, которую я вам показывала. Смотрите. И давайте попробуем что-нибудь нарисовать. Вау. Тоже очень. Рисует точно так же, как и та подводка тоненькая. То есть они одинаковые. Не знаю, на сколько хватит, но меня она удивила. Рисует очень-очень хорошо. И она около 100 с чем-то рублей. Прям бюджетная. Далее это вот такие вот бальзамочки для губ. Одну откроем. Все прям запечатано у этого поставщика. Я не знаю. Я помню, заказывала на садоводе. Мы раньше одежду продавали с садоводом. Ну и не только, еще с Украины. Вот. И... О, как красивая. И я заказывала корейскую косметику. Не оригинальную. Хотя говорили, что она оригинал, поставщик. У меня разрядилась камера, поэтому заканчивать видео я буду сейчас. И покажу вам остатки, что еще пришло. Вот такие разные бюджетные крема. Крем для кокосовой, для очень сухой кожи. Стоит он меньше 100 рублей. Потом, единственное, только вот они запечатаны. Но, видимо, из-за неправильного хранения они вот прям помяты вот эти вот. За счет того, что вот такая вот упаковка. Питатель смягчает... Смягчает... Смотрите, как припечатали. Кожу рук для рук и для ног. Еще один уникальное средство для снятия усталости ног. Еще вот такая вот пеночка. Вот такая вот оригинальная. Точно я еще не читала, что про нее написано. Поэтому, кто хочет познакомиться с нашим ассортиментом, переходите в контакт. Ссылочку я всегда в комментариях оставляю. И вот такая против выпадения волос. Сейчас тут где-то должно быть... Тоже небольшое средство от Ланбена. Ланбена, правильно я называю уже? Вот по этому штрих-коду вы проходите, и там должен быть товар то, что оригинальный. Сейчас я открою. Как хорошо запечатывает. Это идет как масло против выпадения волос. Там еще прям такие фотографии, что прям очень-очень хорошо помогают. Не могу открыть. Сейчас. Так, внутри масло выглядит вот так. Оно небольшое, но очень хорошие на него отзывы. Поэтому нужно тоже тестировать. Вот так вот оно выглядит. Буду заканчивать это видео. Небольшая у нас была распаковка. Спасибо, что посмотрели. Пишите, что вы из этого пробовали, что понравилось, что нет. Буду благодарна каждому комментарии. Скоро с вами увидимся в новом видео. И всем пока-пока.